Здравствуйте, друзья! Рассмотрим толщиномер краски модели TC100. Итак, поставляется вот в такой коробке симпатичной. На тыльной стороне, как вы видите, модель, диапазон измерения, точность 3% и цвет красный. TC100 выпускается в нескольких цветах. Серый, черный, белый. В данном случае просматриваем красный. Комплектация и точность, конечно же, одинаковая у всех. Элемент питания 9 вольт. Здесь батарея типа кроны стоит. Установим тоже. Сам толщиномер. Далее, железная, алюминиевая и пластины. И вот набор пленок. Здесь их 5 штук. Далее, инструкция на русском языке и инструкция на английском языке. Вот такая комплектация данного толщиномера. Далее, заставим с упаковки. Чехол для ношения на ремне. Вот такой. И сам толщиномер. Кнопка включения, обнуление. Она же используется для калибровки, изменения режима и выбора единиц измерения. Сам датчик подпружинен и вот в такой металлической юбочке. Для того, чтобы гарантированно поставить ровненько на измеряемую поверхность. Так, батарейный отсек. Здесь такое удивительное сочетание. Серийный номер почему-то на крышечке батарейного отсека. Ну, это не столь важно. Восстанавливаем элемент питания 9 вольт. Сейчас открою. Непросто. Аккуратно вкладываем и закрываем. Собственно, прибор уже готов к работе. Включаем. В модели TC100 нет подсветки. То есть, она без подсветки. TS200 она с подсветкой. Ну, там и дисплей побольше. Но функциональность такая же. Итак, кнопки включения, zero, режим и единицы. Ну, в данном случае, пожалуйста, мелцы. Можно поставить, кто работает с имперскими единицами. Либо вот микроны международные. И режимы измерения. Постоянные измерения. И единичные. Ну, что ж. Начнем измерения, пожалуй. Итак, я уже подготовил калибровочный набор свой. Алюминиевая и железная пластина. И тот же набор пленок. Пять штук. Итак, давайте, наверное, с калибровки, пожалуй, да? Для того, чтобы откалибровать прибор, необходимо перевести его в режим измерения постоянных. Вот перевод, да? Вот получается, continue, постоянные измерения. И в этом режиме можно выполнить калибровку. Лучше будет вот так, чтобы было видно. Ноль. Если бы здесь было не ноль, то, удерживая толщиномер на пленке, вот видите, кстати, на пластине, необходимо будет нажать кнопочку zero. Надо вот так это делать, да? Сейчас я это сделаю. Вот, да? Калибровка по нулю выполнена. Далее. Берем пленку 50 микрон. 50. И выполняем такую же операцию. Но, как видите, здесь это делать не надо, потому что погрешность даже ниже, чем заявленная, да? Но можно это, коль мы уже поставили, да? То можно нажать. Сейчас нажму. Вот. Так. Значения должны более существенно отличаться, чтобы мы увидели разницу калибровки. 101. Ну, погрешность в 1% она не уберется. Ну, вот. Стоп. Вот так. Теперь 250 пленка. Здесь те же 2 микрона. Пуста. Так. Пленка 500. А вот здесь более существенно. Поэтому колькуруку сделаем. И последняя пленка, которая есть в наборе, это 1 мм. 1 мм. Ну, что ж. Нажимаем. Zero. Есть. По пластине алюминиевой мы выполнили калибровку. Можно измерять и в этом режиме. В режиме постоянных измерений. Но можно перевести в режим единичных. Тогда значение будет фиксироваться на дисплее. Итак, проверим нашу калибровку. Начнем с пустой пластины. 0. Дальше 50. Здесь нет постоянных измерений, поэтому сигнал указывает, что результаты зафиксированы. 100 мкн. 250 мкн. 250 мкн. 500 мкн. 500. Правильно ли? 478 мкн. 20 мкн. Это 5%. Чуть меньше. 4%. Кажется многовато. Вернули, подправили. Неужели в общем-то все нормально. И миллиметр. Да? 0.4%. Теперь по железу. Аналогично. Железная пластина. Ноль. Пока что калибровать я ее не буду, потому что такая же самая процедура. Просто проверю на нескольких пленках. 250. 247. 100. На 100 хорошо считать процент. Погрешность полпроцента. Так. Даже можно двойной. Сейчас положим вот так. 50 и 100 вместе. 150. Две пленочки. Вот кстати калибровать используя вот такую двойную пленку две пленки не нужно. Только по тем пленкам которые есть. можно калибровать по таким образом только прибор GM 998. Я не вижу смысла конечно. тем не менее там такая возможность есть. Вот 150. 148. То есть меньше 2%. Погрешность. Так. Пожалуй по функциональности и все. Прибор очень достойный. При включении и выключении естественно калибровка не сбивается. мы это проверим на пленке 100 микрон. Давайте пожалуй сделаем и вот так. Здесь калибровка не сбивается при при отсоединении элемента питания. Включили. используем алюминиевую железную и где мои 100 микрон вот вот эту пленку. 9,9,9,8 видя 0,2% и алюминий вот 9,9,6 0,4% заявленная точность у него 3% поэтому после калибровки значение конечно же более точное чем до. Итак вот такой прибор очень достойный как по стоимости так и по функциональности абсолютно достаточно есть модели которые имеют например переворот дисплея значение минимум максимум средний собственно статистику подключение к ПК и так далее те модели существенно дороже но по точности измерений и по скорости точность измерений повторяемость этот прибор уже достиг практически максимума вообще среди толщиномеров не только своего класса среди профессиональных толщиномеров то есть прибор за 2 за 4 тысячи не будет более точной чем даже вот такой прибор из недорогого сегмента да у него нет даже подсветки но по точности повторяемости это очень достойный прибор но то есть остальных подсветки и подсветки